Российские дипломаты в Париже сейчас проверяют информацию о нашей соотечественнице, которая пропала без вести во время атаки террористов. В ее исчезновении сообщил супруг Серж Лорен, с которым Наталья, у нее также есть и французское гражданство, в пятницу вечером была на концерте в том самом зале Батаклан. Стрельба, паника, неразбериха. Мужчина был ранен и потерял жену из виду. Домой она не вернулась. Нам удалось связаться с Сержем Лореном. Вот как все было. В концерт шоу они вошли, начали стрелять. Была паника, все разбежались, мы упали и больше не двигались. Потом все, которые двигались, они их забивали. И мы вот не севелились, пока все не было тихо. Я лежал, держал ее, но потом она больше не отвечала. И когда нам сказали, что можно выйти, я вышел и пошел, руки на голову. Она даже не смогла встать. Мы собираемся идти по всем больницам с фотографией, чтобы спрашивать. Во Франции трехъемный траур. Туда, где от рук террористов погибли люди, продолжают нести цветы и свечи. Приходят к оцеплению и иностранные туристы. И это несмотря на запрет любых массовых собраний и миссингов, который был введен из-за чрезвычайного положения. Во всей стране действуют усиленные меры безопасности. Ищут пособников террористов. Ну вот новость последних минут. На востоке французской столицы полиция обнаружила автомобиль, который использовали боевики во время атаки на Париж. Об этом сообщает Францпресс.